В начале августа Центральная избирательная комиссия России официально подтвердила, что жители так называемых ДНР и ЛНР с российскими паспортами смогут проголосовать на осенних выборах в Государственную Думу. Но подготовка к голосованию на неподконтрольных территориях началась намного раньше. Массовая раздача паспортов РФ, оформление СНИЛСов, пропаганда, окитация со стороны путинской «Единой России». Прежде всего, это пропагандистский шаг, безусловно, который должен продемонстрировать вот этим вот жителям ЛНР и ДНР, что про них не забыли и что интеграция с Россией, на которую они как бы надеются, она будет происходить и вот она происходит такими небольшими шагами. По данным, которые сообщают самопровозглашенные власти и кремлевские СМИ, российские паспорта, а соответственно и право на участие в избирательном процессе получили уже более 600 тысяч жителей Орго. Из-за боязни санкций официально открывать участки на территориях так называемых ДНР и ЛНР Кремль не будет. Основную ставку делают на онлайн. Пресловутый СНИЛС агитировали оформлять для дистанционного голосования. Ну там много нюансов разных. В частности, вот я вижу, что момент, связанный с телефонными номерами, поскольку для того, чтобы активировать запись на услуге, должен быть привязан телефонный номер российского образца. И сейчас я вижу сообщение, что донецкий оператор Феникс, который работает в ДНР, уже начинает свои номера переводить в российский формат, который начинается с плюс 7. А луганский оператор, насколько я знаю, он уже давно работает через «семерку» и по Ростовскому региональному коду. В начале августа на оккупированных территориях открыли так называемые информационные центры, в которых жителям разъясняют, как проголосовать. Но по факту это своеобразные онлайн-избирательные участки, говорят правозащитники. Также на неподконтрольной территории уже работают передвижные пункты, которые агитируют жителей оформлять СНИЛСы и участвовать в голосовании. Соответствующее видео было снято в антраците. Что только при наличии СНИЛС и подтвержденной учетной записи на портале Госуслуги Российской Федерации вы можете реализовать свое конституционное право и проголосовать на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Несмотря на то, что Кремль делает ставку на онлайн-голосование, часть людей для картинки пропагандистского ТВ могут отправиться на участки в Ростовскую область. Так почему же Кремль так активно взялся за голоса жителей Ордло? Столько ли дело в пропаганде и усилении российского присутствия на оккупированных территориях? Все продвижения в получении российских паспортов, СНИЛСов и организации избирательного процесса для дончан и луганчан были инициированы партии власти – путинской «Единой России». Именно с этой полисилой активно сотрудничают главари группировок, а недавно в Донецке и Луганске прошли пропагандистские форумы при участии депутатов «Единой России». Естественно, эти люди будут голосовать за «Единую Россию» как партию власти. И мне кажется, что эти новые избиратели, живущие в Донбассе, они ориентированы на то, чтобы теснее интегрироваться с Россией. А это, естественно, как и организация голосования полностью в руках Кремля, полностью в руках нынешней власти. Я не знаю, насколько для «Единой России» будет важно получить полпроцента или процент дополнительных голосов. Конечно, им один процент не помешает, но это глобально на ситуацию не повлияет, даже не Украина. Полмиллиона избирателей достаточно, чтобы была возможность где-то подкорректировать результаты голосования, говорят эксперты. Жители Ордуо с российскими паспортами не имеют прописки на территории РФ. Соответственно, не прикреплены к одномандатным округам. То есть, голосовать они смогут только в целом за федеральные партии и региональные списки. Таким образом, помочь избраться депутатам из «Единой России» в Ростовской области. На этих выборах, как вы, наверное, знаете, баллотируется Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса и бывший премьер ДНР в момент ее создания. Так что эти голоса пойдут в копилку Бородая, прежде всего, можно сказать. Мы его, скорее всего, будем все-таки увидим. Эксперты говорят, 90% голосов будет у действующей власти Кремля «Единой России». В то же время, если тенденция с массовой раздачей паспортов РФ на оккупированных территориях продолжится, на Донбассе может появиться отдельный избирательный округ со своими кандидатами в Думу. И эта идея создания Донбассского округа давно уже обсуждается. Затулин, например, ее сторонник, чтобы создать, собственно, на Донбассе создать отдельный избирательный округ для проживающих там россиян. И, соответственно, чтобы он имел представительство на Сударственной Думе, чтобы Донбасс имел своего депутата. Но это пока такая чисто теоретическая, но вполне возможно, что в будущем к этому придут. Организация «Кремлем» своих выборов в Ордло идет вразрез с минскими соглашениями и открывает широкое поле для манипуляций и фальсификаций. Украина призывает международное сообщество не признавать результаты этих выборов в Донецке и Луганске. Субтитры создавал DimaTorzok